Дорогие друзья, я приветствую вас из студии Славянской Церкви Христиан-Обнесица 7 дня города Сакраменто. Мы продолжаем исследовать книгу «Послание Киевской Церкви». Это очень важная, очень значимая весть не только для Церкви того времени, но и для Церкви 21 века. Мы благодарны вам за то, что вы находите время, смотрите, оставляете свои комментарии, ставите лайки, за то, что вы приняли этот челлендж, это желание исследовать эту книгу на протяжении трех месяцев и не просто изучать как некие источники информации, но и всячески стараться воплощать ее в своей жизни. И я верю, что если вы будете это делать постоянно, то обязательно увидите, как эта книга поможет вам увидеть Христа в новом свете и стать ближе к Нему. Наш Господь, мы благодарны Тебе за Твое Слово и за Твою истину. Мы просим сейчас действий Твоего Духа, чтобы мы понимали этот текст, мы знали, как его применить, чтобы Ты открывал то, чего мы не знаем, чтобы Ты развивал этот текст, чтобы мы понимали, Господь, что Твоя истина, она живет, она действует, и чтобы мы были более верными Тебе, чтобы мы понимали нашу роль в Твоей Церкви, Господь, и чтобы мы развивали и распространяли Твое Царство. Мы просим, Господь. Аминь. Аминь. Наконец-то мы добрались уже до самого текста. И сегодня мы будем буквально текст за текстом исследовать, размышлять над ним, находить какие-то интересные для себя моменты. Я хотел бы, чтобы мы начали читать этот текст. Пожалуйста, прочтите послание к Ефесской Церкви, первую главу, первые два текста. Павел, волей Божией апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным о Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Первое, что бросается в мои глаза, это то, что апостол Павел, в общем-то, начинает в традиционной форме, как и все письма того времени. Он сразу же заявляет о том, что это он, он пишет это послание. Но вот два слова, которые он использует буквально в первом тексте, они немножечко как бы останавливают меня и обращают на себя внимание. Это слова святой и верный. Эти слова, которые он использует по отношению к Ефесской Церкви или Ефесскому народу. Скажите, пожалуйста, как мы должны понимать эти слова в контексте всего священного писания и в контексте обращения в Ефес? Действительно ли эти люди были святыми? Что значит быть святым и верным? Тут есть несколько ракурсов, с которых нужно смотреть на это выражение. С одной стороны, они святые, потому что отделенные. Мы знаем, что в еврейском языке, в греческом языке святой это отделенные. Люди, которые отделили себя от этого мира для Иисуса Христа. Поэтому с этой стороны они святые. С другой стороны, мы понимаем, что когда человек приходит к Богу или к Иисусу Христу, он по сути меняет кардинальным образом свою жизнь. Ценности, принципы. И мне сейчас приходит на память высказывание, которое Бог сделал по отношению к Ною. Что он был святой вроде своем. То есть, святой не по отношению к Богу, а по сравнению с тем обществом растленным, в котором ему пришлось жить. Поэтому, как он сказал тут, святые в Ефесе, живущие по вере в Иисуса Христа. То есть, живущие по вере в Иисуса Христа, это означает, что их жизнь уже изменилась. И поэтому, сравнивая их теперешнюю жизнь с их прошлой жизнью, она действительно изменилась. То есть, она стала, ну, давайте будем так говорить, святее. Ну, и есть третий момент, который тоже здесь можно увидеть в этом отрывке. Святым, живущим по вере в Иисуса Христа. То есть, они святые, потому что, переняв веру в Иисуса Христа, они получают Его праведность, Его прощение, Его освящение. И праведность Иисуса Христа, она и делает их людьми пригодными к Царствию Небесному. А значит, и святыми. Быть святым, это не всегда означает быть безгрешным. Или, точнее, это никогда ты не безгрешный. Поэтому, это проблема нашего общества, что мы неправильно до конца понимаем саму святость, или, скажем, быть святым. Это святой, отделенный для Господа, когда ты служишь Ему, всем сердцем, всей душей. И, в принципе, мы можем четко и ясно сказать, что с момента принятия крещения ты заявляешь перед всей вселенной, что с этого момента ты служишь Господу, ты являешься святым. Да, у меня со словом отделенный, не совсем положительная, говорится, ассоциация, так как я вырос очень тесно с отделенным баптизмом. Но, на самом деле, святость, насколько я воспринимаю, вот ты отделенный для определенной цели. А еще другое значение можно применить, это ты отражающий Господень свет. Ведь грех нарушил вот этот вот свет, который отражает его образ. И, следовательно, когда мы называем или отзываемся о себе, что мы святые, мы на самом деле отражаем его образ. Я бы перевернул этот вопрос, я бы сказал, ну, святой верный? Я бы к себе же отправил, ну, Павел приветствует, ну, я ли святой? И, получается, перевернул этот вопрос к себе. А являюсь ли я этим человеком отделенным для того, чтобы восстанавливать свет Господень через меня? Ну, в принципе, он к этому будет в дальнейшем призывать, чтобы вы об этом не забывали. Потому что, по сути, он и пишет письмо, мы уже говорили об этом в нашем предыдущей встрече. Он и пишет письмо, потому что проблемы начинались в христианском обществе. И он хочет напомнить им, вы же святые, вы же отделенные, вы же когда-то приняли Иисуса Христа своим Господом и посвятили ему свою жизнь. И в другом месте он скажет, вот как приняли, так и ходите, не забывая об этом. И мне очень нравится, что святость и пребывание верно, или верность, которую начинает писать апостол Павел здесь с первых текстов, он связывает с Иисусом Христом. Вы об этом говорили. Посмотрите, два текста, и он трижды говорит, что он апостол Иисуса Христа. Вот, значит, люди, к которым он обращается, они святые и пребывают верным во Христе Иисусу. И он еще передает им благодать и мир от Господа Иисуса Христа. Это как бы суммирует все то, о чем вы говорили, друзья мои. Что святым и верным, с точки зрения апостола Павла, который начинает это послание, можно быть только благодаря Иисусу Христу. Только благодаря ему эти люди, этот народ, к которому он обращается, могут называться святыми и верными. И дальше, на страницах всего этого послания, он будет раскрывать эти термины, эти теории, таким образом, как можно это исполнить в своей жизни. И мне очень хотелось бы, чтобы мы прочли с вами дальше, с третьего по четырнадцатый текст, и затем мы будем разбирать эти тексты более детально. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облаговествовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов, побогатство благодати Его, каковое Он при избытке доврал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под головою Христом. В Нем мы и сделались наследником, быв предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению Своей воли, дабы положить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и Вы, услышав Слово истины, благовествование Вашего спасения и веровав в Него, запечатлены обитованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления у дела Его в похвалу славы Его. Спасибо большое. Многие богословы отмечают, что по сути, вот эта часть 3 по 14 текст, одни говорят, что это гимн хвалы, другие говорят, что это молитва восхваления. И начинается эта молитва или гимн хвалы апостола Павла словами, на которые невозможно не обратить внимание. Он говорит, что «Отец нашего Господа Иисуса Христа благословил нас во Христе всякими духовными благословениями небес». Мне очень хотелось, чтобы Вы попробовали найти или вычинить из этого текста те благословения, которые говорит апостол Павел. И почему для него это так важно? Вот он начинает вот это послание. Почему это важно? Ну, смотрите, первое, что мы находим, он избрал нас. То есть быть избранным, особенно для человека, живущего в греховном мире, и избранным для чего? Для того, чтобы нам быть святыми и непорочными перед Ним. То есть быть святыми и непорочными. И где быть? Быть перед Ним. То есть быть в Его присутствии. Вы понимаете, что произошло с человечеством, когда оно согрешило? Грех стал вот этой пропастью, которая разделяет человека с Богом. А потеряв отношение с Богом или потеряв возможность быть в присутствии Бога, человек потерял возможность жить вечно. Потому что эта жизнь, она была сокрыта только в Боге. Имея доступ к дереву жизни, человек мог жить вечно. То есть этот разрыв приводит к тому, что человек начинает стареть, человек начинает умирать. И теперь Павел говорит, у нас есть возможность опять находиться перед лицом Божьим. А это означает, решаются все те проблемы, с которыми мы сегодня боремся. Как я уже сказал, проблемы, болезни, старение, то, что забирает у нас нашу жизнь. Поэтому если углубиться вот в этот смысл того, что он здесь говорит, то это невероятное благословение, которое мы получаем. Быть избранным для того, чтобы вновь вернуться к Богу и находиться в его присутствии. Это один аспект, который можно отсюда взять. Что еще мы могли бы здесь отметить? Он избрал нас прежде создания мира. Вот эта фраза, она довольно-таки глубокая. Потому что в принципе у Бога был план еще до создания мира сотворить меня. И для чего сотворить меня? Для того, чтобы я погиб? Нет. Для жизни вечной, для общения. И здесь четко ясно, чтобы мы были святы и непорочны перед ним. То есть чтобы мы имели вот эту связь с Богом лицом к лицу на всю вечность. Но, к сожалению, как уже было сказано, человек пошел совсем другим путем. И мы видим, как Павел показывает, что вот эти все благословения небес, они вот решают эту проблему греха, проблему порочности этого мира. И помогают нам понять, вот каким путем мы можем действительно пойти. Ну вообще в этом отрывке мы находим вот такие высказывания, как усыновление, искупление, прощение, радость, спасение, единство и гармония. А также постоянное присутствие святого духа. То есть по большому счету вот перечень тех благословений, которые человек получает, когда он принимает Иисуса Христа своим Господом Спасителем. Он все это переносит в жизнь человека. У меня очень личное отношение к этому стиху в одно время был в очень сложных обстоятельствах, очень долгое время. И когда человек растет или находится в обстоятельствах, где постоянно ему говорят, ты недостоин, ты никто, ты ничего не значишь, сиди, послушай. И для меня этот стих был, как говорится, спасительным. Когда ты понимаешь, что Господь тебя уже благословил всем благословением, которым ошли, можно найти уже сейчас в Иисусе Христе. То это дает, это возвышает, это дает определенную, как говорится, позицию в Христе человеку. И, к сожалению, в том месте, где я был, то практика была такая, что очень сильно унижали людей. Как бы, с практической точки зрения, как бы, хотелось бы и, может быть, и вдохновить, что эта стих говорит о том, что мы имеем абсолютно всю полноту и абсолютный идеал в этом, но условия в Иисусе Христе, как бы, для меня это очень-очень близкий текст. И я его испытал, как бы, на личном уровне. И с тех пор, как бы, я знаю, что в Христе все полно и все хорошо. Хорошо. Итак, друзья мои, мы видим, что апостол Павел, говоря о духовных благословениях небес, он постоянно использует упоминание об Иисусе Христе. Посмотрите, написано. Он избрал нас в ком? Во Христе. Предупредил усыновить нас через Иисуса Христа. Одарил он нас в возлюбленном Сыне Своем. Искупление дал нам в Нем, в Его Сыне. Да? Отпущение грехов наших. Открыл нам тайну воли своей в единении со Христом. И вот Павел, постоянно перечисляя вот эти благословения, он говорит, во Христе, в Нем, через Христа, благодаря Христу, только потому, что есть Христос. Я вот пытаюсь понять. Вот апостол пишет это послание в Ефес. Да? Мы говорили с вами, какая там была обстановка. Вот он с первого текста заходит и говорит, я хочу, чтобы вы благодарили Бога. Вы не нищие, вы не бедные, вы не обделенные по сравнению с теми, кто ходит в этот храм Артемии и Ефесской. Посмотрите, насколько вас Бог одарил или благословил. И все это благодаря кому? Благодаря Иисусу Христу. Вот благодаря Ему от начала мира и до сегодняшнего дня все это происходит. Поэтому, мне кажется, апостол Павел сразу же дает вот этот вот как бы четкий сигнал. Я хочу, чтобы вы концентрировали свое внимание на Иисусе Христе. Еще одно слово, которое привлекает мое внимание, я не знаю, хочу, чтобы вы на него тоже обратили внимание. Это третий текст, там где говорится, что это благословение небес. Если мы посмотрим на это слово небеса, небес, небесное, которое апостол Ипо использует в послании к Ефесской церкви. В двадцатом тексте, второй главе, шестом тексте, третьем, десятом, пятнадцатом, шестой главе, девятом тексте. Что мы можем увидеть в этом слове? Почему оно используется? На что оно пытается нас натолкнуть? Мне кажется, что ответ находится в четвертом стихе. Ведь он избрал нас в нем еще до создания мира. И тут дальше сказано, чтобы нам быть святыми и непорочными перед ними. Смотрите, исходя из Священного Писания, с чем у нас ассоциируются небеса? Они у нас ассоциируются с местом пребывания Бога, с местом, где находится Храм Божий, с местом, где остались непавшие миры, где остались непавшие ангелы. Потому что о павших ангелах сказано, что они были сброшены на землю, а вместе с ними древние змеи, дьяволы и сатана. То есть небеса, исходя из Священного Писания, всегда ассоциируются с чем-то святым, непорочным, белым, вечным и так далее. А мы уже только что перечисляли, к чему приводит наша близость со Христом. Что это восстановление отношений с Богом, это возвращение вечной жизни и уничтожение всех последствий греха. Поэтому благословение небес, это когда вот то небесное, как я уже сказал, святое, непорочное и безгрешное, опускается на землю или становится достоянием человека. Потому что, как мы уже говорили, при грехопадении человек потерял эту возможность соприкоснуться с вечным, со святым, с небесным, ну и потерял возможность жить вечно. Вы помните, что храм этой Артемиды Ефесской, ну это же богиня плодородия, и многие в городе ей поклонялись и служили ей. И в общем-то, скажем так, могли ли они иметь какую-то надежду, что небо к ним приблизится или небо придет на землю? Или что они достигнут небес? Да, в общем-то, сложно было надеяться, что они смогут заработать возможность оказаться на небесах. А апостол Павел, начиная это послание, как бы сразу показывает им, насколько они имеют большее благословение, потому что их благословения, они духовные. Он почему-то использует это слово, да он отделяет их от каких-то земных благословений. А с другой стороны, он говорит, что это благословение, которое с небес. И дальше он говорит обо всех этих вещах и постоянно упоминает об Иисусе Христе, тем самым показывает, что небеса приходят на землю, чтобы однажды, грубо говоря, земля могла пойти на небеса. Это очень важная надежда, которую он дает. Ну вы помните, да, что церковь там какая была, в каких обстоятельствах было, ее стесняли уже, там начинались гонения, не принимали этих людей. И Павел пытался укрепить их веру, что благословение неба приходит, и вы пойдете на небо, придет время, это небо, которое приготовлено для вас, оно будет вам доступно. Прочитайте, пожалуйста, отрывок Ефесянам 1 глава, еще раз 7 и 8 текст. В котором мы имеем искупление крови и его упрощение грехов по богатству благодати его, которое он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Слово искупление, оно довольно часто используется в Священном Писании, и в том числе и апостолом Павлом. Вот, если возможно, зачитайте, пожалуйста, послание Колосской Церкви 1 глава 13 и 14 текст и послание к евреям 9 глава 15 текст. Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство своего любимого сына через жертвенную смерть, которого мы обрели искупление, прощение грехов. И поэтому он есть ходатай Нового Завета, дабы впоследствии смерти его, бывшей, для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванной к вечному наследию, получили обетованные. Каким образом, друзья мои, использование этого слова апостола Павлом в других посланиях связано с посланием в Ефес, и как оно нам помогает лучше понять ту миссию, которую совершил Иисус Христос ради искупления каждого из нас? Ну, видите, что в то время это слово довольно-таки было распространено и прекрасно понимали, о чем идет речь, потому что в рабовладельческом обществе выкуп давался за раба. То есть для того, чтобы раб стал действительно свободным, кто-то должен был внести свой выкуп. И мы видим, что апостол Павел это переносит на духовные реалии, и он говорит о том, что Христос нас искупил. И в действительности, если мы глубоко посмотрим на этот вопрос, оно так и есть, потому что за грех есть что? Смерть. И Господь не предал нас смерти, потому что кто-то сделал выкуп, искупил нас. И вот именно Христос дал эту возможность, нам сегодня снял вот это, как говорится, проклятие закона, которое говорило над нами, что мы достойны смерти. И вот Он искупил своей смертью, Он искупил каждого из нас, которые отдали Ему свою жизнь в Его руки. Чтобы понять ценность того, что Бог сделал для нас, надо сначала осознать всю проблему нашего рабства греховного, которая существует. И согласитесь, что в нашем обществе есть немало людей, которые скажут, что меня все устраивает. Ну, как бы, в чем проблема? Зачем меня от чего-то искупать? Я успешный человек, у меня все есть, деньги, власть, здоровье, успех, влияние. Что мне, ну, то есть, меня все устраивает. Зачем меня от чего-то искупать? Но только когда мы смотрим на это все со стороны, и смотрим, а что на самом деле происходит с этим обществом человеческим. Сколько бед, горя, несчастья, беды, и какая безысходность на самом деле. Потому что этот же человек, который считает, что у него сейчас все хорошо, завтра может оказаться совсем в других условиях. И он тогда понимает, насколько мы немощны и беспомощны. И как хотелось бы это общество, ну, скажем так, поменять коренным образом и условия жизни на этой планете Земля. Но, к сожалению, мы, люди, сделать это своими силами не можем. И вот теперь, когда появляется Иисус Христос, предлагающий человечеству искупление из всех этих обстоятельств, только теперь мы начинаем понимать, какое на самом деле невероятное благословение Христос принес людям этого мира, предложив им искупление от этой греховной жизни. Интересно, что Павел, он сам прочувствовал на своем личном опыте. Вот это обращение, которое он имел по дороге в Дамаск, оно изменило всю реалии его жизни. И мы видим, что он неоднократно вспоминает. И, кстати, читая послание Ефесяна, мы видим, как он говорит, в котором мы имеем искупление, которую при избытке даровал нам. То есть, он себя включает в это, потому что он пережил этот опыт искупления, потому что он помнит, какой он был Саввел, чем он занимался, как он убивал людей, как он уничтожал, как он их тащил в храм и так далее и тому подобное. И какой он сейчас, он благодарит только Господа Иисуса Христа за это. Да, мы видим, что апостол Павел использует это слово не понаслышке. Для него это не просто какой-то богословский термин, которым он хочет просто похвастаться перед Ефесянами. Он пережил это на личном примере. И, по сути, он им заявляет, что, друзья мои, искупление показывает, насколько дорогая цена была использована за спасение каждого из нас. Это цена самого Бога. И, с другой стороны, это возвеличивает ценность каждого из нас. Уже теперь как личности, которых Бог искупил. И я представляю себе, что когда ты живешь в этом городе, где, в общем-то, ну, все вокруг отличаются от тебя, а ты отличаешься от них. И ты читаешь это послание, и ты получаешь надежду. Надежду на то, что тебе не нужно идти за всеми туда, к этому храму. У тебя есть твой искупитель, который уже сделал все, независимо от того, в каком ты положении находишься, чтобы ты был выкупен и тем самым поднял тебя на эту высоту. Разве это не весть надежды, не весть благословения для каждого? Аминь. Дальше в 9 и 10 тексте апостол, так вот, свойствами ему стиля, немножечко даже как-то секретно. Он пишет, «Бог открыл нам тайну своей воли, открыл то, что по благоволению своему давно уже решил совершить в единении со Христом, дабы через Него осуществить, когда исполнятся времена, свое намерение». То есть он начинает говорить о каком-то плане, о том, что у Бога был план. И этот план описывается как тайна, как благоволение, как исполнение некого времени. Могли бы мы с вами поговорить о том, что это за план, какова его цель? Ну я бы, наверное, начал с того, почему это названо тайной. Это что Бог скрывал от этого? От этого все. И знаете, что мне тут приходит на память? Это видение, которое однажды видел Даниил. Вроде картинка ясная. Вот все показано. Вот есть все образы, символы. И Даниил старается понять это все, но Бог ему говорит, «Даниил, ты запечатай это все». Потому что это для последнего времени умножит сознание, и люди тогда поймут. Так и тут. Вроде все понятно. Вот Бог готов отдать свою жизнь ради нашего спасения. Но как это осознать, как это воспринять? Небожители не могли этого понять. И даже сам дьявол не мог предположить, что Бог пойдет на такой шаг, что сам придет на эту землю, отдаст свою жизнь ради того, чтобы и сохранить верность закона Божьего, и в то же время дать возможность грешнику получить спасение. В другом месте он скажет, что это будет великая тайна. Но Бог открыл нам через Иисуса Христа, он скажет. То есть это тайна не потому, что Бог что-то недоговаривал, а потому что пока это не произошло на Голгофе, это не могло в голове уложиться у всех небожителей, тем более у грешного человека. Вы же понимаете, какой образ дьявол рисовал в сознании человека, какой образ Бога. Что он тиран, что он хочет только, чтобы ему служили и поклонялись, что он вообще не заинтересован в благополучии человека. И это очень хорошо видно из тех мифов и легенд, которые есть у языческих народов. Даже этот миф о потопе. Почему те боги, там, бог Мордук посылает потоп на землю? Да, потому что люди шумят, они ему надоели, и он решил там их уничтожить. То есть боги не заинтересованы в благополучии человека, а заинтересованы в своем благополучии. Поэтому они создают человека, чтобы он его хвалил, чтобы он его прославлял, чтобы он удовлетворял какие-то его нужды. А тут бог приходит на землю в образе человека, для того, чтобы спасти этого человека. Это было невиданно вот в языческом обществе, и настолько искажено дьяволом, что это была тайна. Но эта тайна действительно, это и есть план спасения. Мы знаем, что действительно многие не понимали до конца. Даже мы видим отца Авраама, он понимал какие-то очертания, но до конца не понимали, как апостол Павел говорит, что как через мутное стекло мы смотрели туда. Но что интересно сказать, что все-таки можем ли мы сказать, что мы понимаем до конца? Допустим, до сих пор, и я думаю, что это всю вечность мы будем исследовать, как бог мог стать человеком. Это и есть тайна. И мы видим, что именно Павел концентрирует свое внимание на этом, потому что, что он говорит? Чтобы соединилось все земное и небесное над головой Христа. То есть, вот это и есть тайна. Как может соединиться человеческое и Божье в одном Иисусе Христе? Я думаю, что мы всю вечность будем это разбирать. Да, да, здесь в принципе много не добавишь. Очень хорошо мы суммировали все. Вот интересно просто чисто использование терминов. Павел, скорее всего, воспользовался терминологией тайна, знания из языческой литературы. Но в любом случае, используя эти слов, он подчеркивает, как и Роман говорил, как и Василий, что на самом деле это открытие того, что человек не мог постичь. И не только спасение, но и восстановление человека на тот уровень, который он потерял. Потому что он настолько грех понизил человека, что человек забыл, где он может быть по отношению с Богом. Как бы, конечно, мы не будем никогда как Бог, но какую позицию мы держали, вот в этом была и часть тайны. Мне очень понравились ваши мысли, когда вы говорили, что Бог, он хочет объединить, вот Василий сказал, земное и небесное. И вот я хочу на этом чуть-чуть сосредоточить ваше и мое внимание. Смотрите, написано, что он воссоединить хочет все сущее на небесах и на земле под главой Христа. То есть, есть у нас глава Христа, он в центре, он в основании. И под его главой Бог хочет сидеть земное и небесное. Вот вы говорили о плане, плане спасения. Я хочу вас спросить, он для кого этот план спасения? Для иудеев? Лишь только. Для всего человечества. Для всех человечеств. Как это человечество, то есть, какой индикатор должен быть? Кто, скажем так, объединиться под этой главой, а кто нет? Это личный выбор каждого человека, который когда-либо жил, живет и будет жить на этой земле. Да? Смотрите, мы читали в своем первом тексте. Святым в Эфесе. Почему мы говорили святым? Потому что живут по вере в Иисуса Христа. Те, кто принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя и живут по этой вере, они и названы тут святыми. Вот они и будут наследниками вот этого плана, который Бог осуществил на этой земле. То есть, это мы говорим, если говорить о земных, но вы говорили, надо вспомнить все намного дальше. И вот если мы вспоминаем все с вами намного дальше, мы же понимаем, что сейчас мы говорим о проблеме в земной семье. Если мы смотрим на церковь как семью, да? И Бог говорит, вот в этой земной семье, на планете Земли я наведу порядок и вас заберу. Но была же еще и небесная семья. И по сути, вся главная проблема началась там. Когда, ну мы возьмем слово сын, один из сыновей поднял восстание против отца, да? Забрал с собой еще сотворенных существ и пришел сюда. И вот интересно, что по мнению апостола Павла задача Бога, вот эта целью этого плана или вот этой тайны, вот этого благоволения и полноты времени, чтобы под Иисусом Христом объединить и те, кто на земле, поверят в Иисуса Христа, и те, кто на небе, остался верным Иисусу Христу. Вот такое единение небесного и земного. Как вы уже говорили, то есть небеса придут на землю, а земные возможности получат идти на небеса. Интересно, что слово вот это вот воссоединить, которое использует апостол Павел, буквально его можно перевести как суммировать или подвести итог. Вот как мы в столбе в школе считали, 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 потом проводим черту и какую-то сумму. Так вот, это же слово, я хочу, чтобы вы посмотрели этот текст, он очень важный, мне кажется, для нас. Римлянам 13 глава, 9 текст. Вот это слово там же используется, чтобы получше понять, что значит вот эта черта, которая подводится Иисусом Христом. Ибо заповеди не пролюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидей, не пожелай, и все другие заключаются в всем слове. Вот слово заключается, да? Мы с вами, когда говорим о законе, то Бог говорит, весь закон, вот это правая скрижаль, ее можно суммировать или подвести ее итог одним вот этим фразам. То есть не отменить то, что было выше, а просто суммировать. Вот точно так же и здесь Павел говорит, весь этот план можно суммировать одним. Бог хочет всех соединить или, как мы говорили, привести в единство в Иисусе Христе. И дальше в этом послании он будет показывать, какие категории, кто может оказаться вот в числе этих единств. Что он для этого делает, что мы со своей стороны должны делать. Так, друзья мои, я хочу, чтобы мы зачитали, вновь обратились к тексту, потому что лучше всего нам говорить текст. И зачитали 11 текст, 14 и 18. В нем мы стали наследниками, как это было предопределено замыслом Бога, совершающего все в мире согласно своей воле и своим целям, который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит ему для похвалы его. Я молюсь о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца. И вы увидели, что представляет собой та надежда, которую он воспризвал, сколь велико богатство славы, которую получит наследство святые. Вот Павел здесь использует это слово, наследие, наследство. Кто это? Что это? Почему вот, понимаете, это же все в начале послания. Вот почему вот это важно для него? Ну да, мы говорили, что важны вот эти духовные благословения, там искупление, избрание, да, значит, прощение во Иисусе Христе. Вот этот план спасения. Ну а как с этим соотносится наследие? Ну, смотрите, он же должен поставить цель, на которую люди должны ориентироваться. Понимаете? Потому что если ты сталкиваешься с какими-то трудностями, переживаниями, то всегда будет возникать вопрос, ради чего все это? И стоит ли оно того? И теперь Павел показал, кто мы, то есть мы наследники. Вот, то есть наследники, на самом деле, это большая ответственность. Потому что если ты наследный принц, то это означает, что к тебе особенные и требования тоже. Ты должен быть представителем Бога на земле, ты должен отражать его характер. Мы об этом всем уже говорили, да? Отражать его характер, следовать тем принципам, которым он учил на страницах священного описания. А теперь возникает вопрос, ради чего я должен прилагать эти старания и усилия? Плюс это, как я уже сказал, сопряжено с трудностями, с гонениями, с преследованиями, с тем, что это не принимают, с тебя смеются. Или причиняют тебе какой-то ущерб, боль, страдания и смерть в том числе. Поэтому теперь надо показать, а ради чего все это? И Павел говорит, вот наследство. Есть наследие, есть что-то, что Бог приготовил для каждого из нас. И это невероятно, невероятно большое благословение, которое человек может получить. Потому что оно приходит с небес. Оно приходит с небес. А мы уже говорили сегодня, что то, что приходит с небес, оно чисто, свято, оно сопряжено с вечностью, оно сопряжено с отсутствием греха. А это означает всех его последствий. Страдания, боль, плач, смерть и так далее. Можешь ли ты заработать наследство? Нет, оно дается бесплатно. И в принципе здесь это и по благодати говорится. Тебе по благодати дана вечная жизнь и спасение как наследство. Нет, ты не заработал, ты не сделал, ты не такой умный и трудолюбивый, что ты заработал спасение. Вот именно в этом и разница. Апостол Павел подчеркивает не один раз. И кстати это очень интересно заметить, что в те древние времена очень тяжело было разбогатеть. Какой-то бизнес так открыть. Только по наследству ты мог как-то подняться. Вы помните истории, которые писали, что раба усыновили и он стал тогда великим. Вот это здесь апостол Павел четко и ясно подчеркивает. Своими усилиями туда не добраться. Только Господь тебе дарует вот это наследство. Потому что ты его сын. Хотелось бы продолжить, что Роман сказал и может быть подчеркнуть то, что если нашим целью, почему мы святые или почему мы служим Богу, почему мы верны Ему, потому что мы ждем награды, это не совсем в принципе хороший подход, потому что мы должны делать это с любви. Это конечно было без слов, это понятно. Но мы должны понимать на самом деле, что это как результат нашей верности. Это первое. И второе, вот интересно, буквально сегодня утром интересно молился и такая мысль пришла. И нам нужно постоянно про это напоминать. Зачем все это происходит? Потому что суета, она буквально садит нас, как говорится, и давит на нас, метально на нас давит, и эмоционально мы устаем. Но когда мы исполняемся, понимаем зачем все это, куда это и что на самом деле в жизни вообще важно, то очень явно видно, говорится, в небо дорога. Вот конкретнее, когда мы ставим себя в такую позицию, что мы постоянно вкушаем будущее, вгушаем это наследство. Вот что здесь Павел делает? Он дает привкусить человеку, вот почему, что это, чтобы мы постоянно жили этим привкусом, вместо того, чтобы как бы в суете забывать о том вообще, что это происходит. И живя как бы монотонно христианской жизнью. И так получается, что наследие или наследство это то, что ожидает нас. Да, это то, что Бог готовит нам. Вот, и это очень важно, мне очень понравилась мысль, которую мы еще раз вспомнили, она записана в пятом тексте здесь. Василий о ней говорил, что Бог нас усыновил в Иисусе Христе. И благодаря лишь только этому, что мы усыновлены, и вновь мы вспоминаем эту практику римскую, что если раб был усыновлен, он получает все права сына. Вот мы вот эти рабы, которых Бог усыновил и дал нам право наследовать, чье наследство оно по сути своей? Это же наследство Иисуса Христа. И он делится с нами этим наследством. С другой стороны, я хочу, чтобы вы вспомнили Ветхий Завет. Ну там часто Бог говорит, он, мне кажется, вот эта мысль, она тоже нам ее важно отметить. Когда он говорит о наследии, он говорит, кто наследие Божье? Мы наследие. Он говорит, Иаков, да, народ мой, наследие мое. То есть Бог говорит, мое наследство это народ мой. То бишь быть частью народа Божьего, это значит быть этим наследством. И это значит иметь огромные преимущества. И мне кажется, что вот эта мысль, она тоже здесь прослеживается. Если мы обратим внимание на первый текст, там говорится, что по воле Божьей, святого Иисуса, пребывающему верному во Христе Иисусе, мы стали народом Божьим. В 11 тексте он скажет, что мы, иудеи, обрели наследство по замыслу Бога. И в 14 тексте он скажет, что мы, нам был дан удел или залог владеть этим наследством от Иисуса Христа. И Божья народ или Божья воля была в том, чтобы как в Ветхом Завете его народ был его уделом, его наследством. И мы упоминали это, вы сегодня об этом очень четко сказали, что невозможно было заслужить, чтобы Бог тебя выбрал. Бог пришел и сказал, я выбрал тебя, не потому что ты лучше, я выбрал тебя. И вот теперь апостол Павел пытается показать в Эфес и нам всем, что Бог и нас выбрал. Нас, мы не евреи, но он решил и выбрал нас, чтобы мы были частью этого Божьего народа, чтобы мы были частью этого наследства. И это большое благословение, когда мы смотрим сегодня на церковь, на общину, как на наследство, как то наследство, которому мы принадлежим. Отрывок 13 и 14 текст Павел упоминает некоторые подробности обращения Ефесян. Я хочу, чтобы мы рассмотрели некоторые этапы из их обращения. Зачитайте, пожалуйста, еще раз 13 и 14 текст. Здесь, мне кажется, важные моменты, на которые мы не всегда обращаем внимание в своей христианской жизни. В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатанный обиталованным святым духом, который есть залог наследия нашего, для искупления у дела его, в похвалы славы его. Мне интересно прочитать это в современном переводе. В нем и вы, услышав слово истины, радостную весть, несущую вам спасение, и поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного святого духа. То есть, вот она последовательность. Вы услышали, поверили и приняли во Христе Иисусе, и были запечатлены святым духом. То есть, мы можем отследить это, и книга «Деяне апостолов» очень ярко представляет это, когда речь идет об обращении некоторых людей. И помните, там есть казначей царицы Эфиопской, и мы видим вот эту последовательность, как она четко там проявляется. Когда он читает книгу пророка Исаии, Стефан начинает ему объяснять, он находит там Иисуса Христа, принимает его и говорит, вот вода, что мне мешает креститься. И когда он крестится, то Дух Святой его запечатлевает для спасения. И вот мне очень нравится это выражение «быть запечатленным святым духом». А что это означает «быть запечатленным святым духом»? Многие могут подумать, что это вот какой-то дар, когда ты там говоришь на языках или еще что-то. Но лично мое мнение, что это запечатление, оно происходит на небе. А знаете, каким образом? Мы видим, открываются книги и открывается книга жизни. И кто-то найден в этой книге жизни, а кто-то в этой книге не найден. И вот те, кто были запечатлены святым духом, то есть в момент своего крещения, заключения завета с Богом, вот запечатление происходит именно в том, что их имена вписываются в книгу жизни. Ну и это четко и ясно перекликается вообще с общим фоном Священного Писания, потому что мы читаем, вы помните, Визыкиля, где говорится, что иди попечатай. А также в прошлом квартале мы изучали книгу Откровения, где Господь говорит, что поставит печати свои. То есть это символически Господь говорит, что это моя территория или мое property, вот этот человек. Поэтому этот залог запечатания духом святым, как Рома уже сказал четко и ясно, дает понимание того, что твое имя записано и ты являешься собственностью, то есть на тебе бирка. Это собственность Господа Иисуса Христа. Да, спасибо большое, что вы вспомнили книгу Откровения. Потому что это очень важно для нас понять, что запечатление человека происходит по сути своей, и мы видим здесь, происходит с Святым Духом в тот момент, когда он обращается ко Кресту, когда принимает крещение. Интересно тут по отношению к Святому Духу Павел использует слово. Он говорит, Святой Дух дам как залог. Или буквально это можно сказать, как взнос, первый взнос. Вот когда покупаешь дом, ты должен внести какую-то часть. Вот здесь о Святом Духе говорится, что Он излился на нас, как первый взнос залога того, что мы будем владеть окончательно, когда Бог избавит нас от этого мира, от греха и от смерти. Друзья мои, это же очень важная и радостная вещь для каждого из нас. Бог уже по сути за нас, это даунпеймент называется, да? Уже уплатил или внес даунпеймент. У нас есть гарантия, что если мы продолжим следовать за Богом, живя по Его слову, то мы будем Его уделом, как Его народ. Непростая глава, непростое это начало, друзья мои. Вы знаете, богословы говорят, что некоторые отмечают, что это одно из самых богословских посланий Нового Завета, потому что в нем буквально вот в этих первых 14 текстах сконцентрировано, ну очень плотно так и сжато все богословие Нового Завета. Потому что мы здесь видим с вами и избрание, и предопределение, и спасение, и искупление, и прощение. И не так просто это все разбирать, и наверное, может быть, и нашим слушателям будет это не так легко. Поэтому хочу, чтобы мы завершили все одним таким важным и практическим вопросом. Вот Павел так молится, он благодарит Бога за вот эти все дары, он перечисляет их. Наверное, кто-то в голове себя эти пункты пересматривает из Ефесян, когда слышит это послание, слушай, а я верю, что Бог меня искупил или не верю, а я доверяю ему, что он меня усыновил, а я хочу, чтобы он был в уделе или нет. Но вот с практической точки зрения, каким должен быть ответ? Вот мы слышим это послание или эту молитву, какой должен быть нас ответ на те небесные благословения, которые Бог для нас приготовил? Ну вот тут главное, мне кажется, слово, которое ты три раза упомянул. Вера. Понимаете? Наверное, человек хотел бы, чтобы вот где-то там, знаете, когда-то было в Алтасару, кистью руки написано «Мене, мене, так лоу парсин», но там только было, скажем так, в осуждении ему это было написано. А вот хотелось бы, чтобы каждому где-то там на стене в уголку было написано «Ты, СПА, всё». Бог явился там или кисть руки, или ангел, и я это записал. Но в том-то дело, что вся суть, она кроется в вере. Мы должны смотреть в этом вопросе не на себя, а мы должны смотреть на Иисуса Христа. И чем больше мы смотрим на Иисуса Христа, на его жизнь, тем больше мы понимаем, он достоин. Он достоин того, чтобы представлять меня на этой земле, на небе. А если у меня такой представитель, то я не могу сомневаться в том, что это спасение, прощение, освящение, запечатление, оно даровано мне как подарок, как Вася сказал, наследство, которое Бог дал или предопределил каждому, кто принимает его. Интересно, ты сказал, что это одно из таких сложных, богословских отрывков Священного Писания, Нового Завета. Но я себе представляю, сидел бы я в Ефесии, всё бы я понял, что Павел говорит. Я думаю, что да, потому что те люди понимали, о чём Павел говорит. Так, к сожалению, сегодня очень часто мы нагружены какими-то уже современными понятиями, какими-то печатями, знаете, какими-то моментами. Мы не до конца понимаем. Но вообще Ефесианное Дно довольно-таки открытое. Вообще здесь говорится о спасении во Христе. Самая главная тема – это спасение во Христе. И Павел чётко и ясно показывает, что без Христа мы не получим ни наследства, мы не будем усыновлёнными, мы не соединимся между земным и небесным, и так далее, и тому подобное. Поэтому это одно из самых христоцентричных посланий, которые Павел писал. Призов к этому всему – это живи достойно, признай всё это. И получается действуй в соответствии. Как бы если конкретно вопрос идёт о практическом применении, мы должны всё это признать, мы должны поверить, как Роман говорил, и в этом соответствии жить. Очень всё, в принципе, просто. Да, спасибо большое вам. Дорогие друзья, мы действительно благодарны Богу за то, что Он сделал всё возможное со своей стороны, чтобы нам для спасения нужна была только вера. Как много Он дал нам. И мы видим это, Павел пишет в послании, как много этих небесных даров. Он всё продумал, он всё предусмотрел, ещё до того момента, как мы появились на этот свет. И Он пригласил нас, Он сам нас избрал ещё, чтобы мы были частью Его наследия и Его дела. И Он приглашает сегодня и нас, находящихся здесь в студии, и вас следовать за Ним. Не зря Он в послании к Ефесянам более 30 раз использует, упоминает имя Иисуса Христа, Его как Мессию. Это говорит нам о том, что в Нём только спасение, в Нём одна надежда. И откликом нашим вот на эту молитву, на вот эти первые строки этого послания может быть только вера в Иисуса Христа, желание Его узнать получше и следовать за Ним. И мы очень хотим, чтобы это исполнилось в нашей жизни и в вашей. Давайте помолимся. Отец, милосердный, любящий Господь, спасибо Тебе за то, что Ты оставил эти важные слова, эту молитву, этот гимн хвалы, торжества и величия Твоего. Так важно каждому из нас учиться молиться молитвой благодарности. Ведь как много Ты сделал для каждого из нас, Господи. Всё, что есть доброе в нас, всё, что есть в надежде у нас, это всё от Тебя, потому что Ты всё предусмотрел в Иисусе Христе. Нам очень хотелось бы знать не в теории, а в личной жизни Иисуса Христа, уповать на Него, надеяться на Него, подружиться с Ним, чтобы быть Твоим уделом и Твоим наследием. Благослови наше это желание и преумножь. Во имя Иисуса молим. Аминь. Аминь. Аминь.